Всем привет! И что я в тебя такой влюбленный? Постоянно такая мысль, когда одеваю вот эту мою футболочку. А всего 239 гривен. Так, я только что заходила в этот магазин у нас на рынке Лотос. Там были сумочки, но играет лицензионная музыка, поэтому все посмотрите под музыку. Играет музыка. Играет музыка. И знаете, что самое интересное? Вот эти вот сумочки, они производятся на Западной Украине. Я не знала, я думала там привозные какие-то, еще что-то. Нет, Западная Украина их делает, она сказала. А что касается вот этой футболочки, я ее в машинке стираю, 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 стираю. Она не линяет. И цвет пока месть еще, ну, нормально держится. Просто что-то цена такая была. Я думала, я думала, то ли полиняет, то ли что. На рукаве тоже все замечательно. На груди тоже все замечательно. Даже не глажу. Сняла свешалки, ну, не свешалки, а там где сушится, одела и пошла. Удобно. Не видно, да, шумятое? Ой. Так, сумочки показала, меня просили. Вроде бы все сделала, то, что обещала. Так, а на рынке я сегодня купила зелень. Ну, пока сезон, нужно есть свежую. Вот такой пучок смешанный. Тут петрушка с укропчиком 10 гривен. И пучок руколы 20 гривен. О, даже с цветочком. Ну, вы знаете, что рукола, она полезная. И повышает иммунитет. Даже препятствует развитию раковых клеток. Улучшает пищеварение. Вот такие вот абрикосы у нас. Значит, это я покупала по 70 гривен. Есть еще по 60. И по 80. Я как раз серединка цены взяла. Они такие классные абрикоски. Ароматные. Я одну съела, но прямо медом пахнет. И помидорчики взяла килограмм по 50 гривен. Сейчас залил, пусть водичкой напитается. Промою хорошо, просушу и сложу в судочек. И когда мне нужно будет, возьму на салатик и порежу. Я, кстати, раньше резала, сразу измельчала. Но так очень быстро сок с нее выходит. А целенькая, она дольше в судочке хранится. Уси в укрытие. Так, тут у меня стирается. А я сегодня планирую поразбираться с моими вот этими всякими штуками. Потому что, возможно, что-то закончилось, что-то на исходе. За что-то, может, и забыла. И кое-что новенькое покажу. Так, из новенького. Из новенького у меня вот такой вот спрей. Помыла волосы, просушила полотенечком. Перед тем, как сушить феном, побрызгала тут 20 в одном. И от выпадения, и шелковистость. В общем, покажу крупным планом. Короче, классные такие ухоженные волосы после него. Так, маски, маски, маски. Маски мы только девочке покупаем. А когда мы их делать будем? Вот сам процесс, пойти купить. Ну, слушайте. Так, ну, это у меня все есть. Вот такой спрей. Вот как, знаете, когда вот в магазине, вот хочется купить. А потом придешь домой, глянешь и то, и то. Ну, это я вам все показывала. Это все спреи. Раз, два, три. И четвертый. Это после мытья волос. Так, тут у меня на полочке, на полочке. Гель для лица я покупала в Киеве. Алоэ так. Сразу умазалась, потом перестала. О, это уже пустая. Гель для умывания лица. Я покупала, но уже все, пустое. Ну, может еще пару раз пшикну, хотя его там надо горошиночку. Так, надо не забыть, это тоже мой гель для умывания. Так, масло. Клеснение, макияж. Мне Катюха передавала, тоже, когда я в Киеве была. Это и вот это мне Катюха давала. После ванны. Крем, 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 крем. Ну, не крем, а как молочко после душа. От сухости и так далее. Бодяга. Помните? Синяк мазали. Надо тут бодягу, кстати, в аптечку поставить. Ну, а тут все как положено. Все как положено, ничего не меняется. Кстати, как сделала ресницы, перестала этим пользоваться. Раньше вот так вот открываешь. Сюда диск. Вот так вот надавил. И с глаз убирала косметику. Сейчас уже все. Но еще есть. А, жидкость для снятия лака. Я же сама себе педикюр делаю. И обычным лаком. Ну, дальше у меня тут крем для депиляции. Краска и окислитель для краски. Надо будет уже скоро окраситься. В общем, сейчас я это все поубираю. Это мне выкинуть. Это мне в аптечку поставить. Ну, в общем, как-то вот такой вот фронт работы. Будем вот так вот сидеть в укрытии. А, еще у меня тут что? Хлоргексетин. А, что у меня тут стоит? Вот полезно иногда делать ревизию. Да, и лосьон нужно поставить на место, потому что утром протирала. А тут есть место. А, вот тут стояло. Это у меня умывалка для лица. И лосьон. Ну, как мы это покупали, сейчас ссылочка будет вверху. Это было еще до войны. Так, я зашла в Аврору. Так вот для закрутки не появились крышки. Только, только, только под евробанки. А тех вот тоненьких и нет. Так, это я сейчас в Авроре. Интересно вам что-то, нет? Вот такие всякие дрибнички для дома. Так вроде бы сразу соблазняешься, все. А потом приходишь домой, думаешь, и нафиг оно мне надо. О, уже к учебному году готовятся. Тетрадки вот выгружали. Уже по чуть-чуть, по чуть-чуть. И скоро будем тетрадки деткам выбирать. Ну, меня это не касается уже. А вот есть картины по цифрам. 99 гривен вот такой размер. Вот такая побольше 229. Нет, у меня была разукрашка антистресс. Но для меня тоже тут будет мелко. Нет. Так мелко я не смогу. А я хотела записаться на стрижку. Аж на понедельник только есть время свободное. Ой, а я уже так позарастала. И краситься уже нужно. Вот, поэтому как бы дотерпеть. А потом как подстригусь, дай бог, чтобы еще понравилось. Так что понедельник у нас с вами будет день красоты. Пойду подстригусь. Буду красить волосы. Тоже раскучерявилась. Они такие шикарные. Петуньи. Такой аромат. А я уже просто не могу. Край. Вот это вот закручивается. Это сюда, то туда. Феном вроде бы пока только уложил. Нормально. Стоит чуть-чуть-чуть влаги где-то, что-то как-то. Хорошо быть кучерявой, да? Хорошо, когда волос вьется. А всегда так бывает. У кого прямой волос, тот жалуется, что прямой. Хочет, чтобы завивался. У кого волос завивается, наоборот, хочет, чтобы он был прямой. Да. Вот так вот по жизненным людям особо не угодишь. Ладно, мои хорошие. Уже пора стричься. Два месяца. 16 мая я стриглась. А 18 июля мне следующие 2 месяца не стриглась. Ладно, посмотрим, что будет. Но еще до понедельника дожить надо. Села немножко на лавочку посидеть. И хочу поблагодарить за тот совет, который мне дала Алекс. Таня, вы думаете сердцем, а нужно думать головой. Я действительно очень многое пропускаю через сердце. Ну, во-первых, у меня есть и те обстоятельства, о которых я не могу говорить. Ну, совет, в принципе, да. У меня еще не совсем это получается хорошо, но я над этим уже работаю. Спасибо вам большое, Алекс, за ваш совет. У нас дождик пошел, и я в поднавес тут, где для велосипеда вот эти штуки. Хочу уточнить. Вы всю информацию пропускаете через сердце, а нужно через голову. Вот. Дождик стал накропать. Кап-кап. 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 Что, моя хорошая, вот так вот сегодня прошел у меня день. Пишите в комментариях, что у вас новенького, чем вы сегодня занимались. Пишите в комментариях. Спасибо.